Это новости в студии Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. Креативная индустрия. Креативная индустрия развивается достаточно активно. И в будущем этот процесс должен активизироваться благодаря поддержке государства. Креативная индустрия – это новая отрасль экономики сектора, поэтому вклад от креативных индустрий мы ожидаем вырастет, так как мы уже работаем над пакетом законопоправок по вопросам поддержки развития креативных индустрий, который скоро поступит в Мажелис. Вы уже знаете наши первые победы в сфере послабления налоговых. Вместо ИПН, КПН, НДС они платят теперь единый налог в виде розничного специального налога. По данным Казахстанского Министерства культуры и информации, креативная индустрия у нас представлена в сфере кино, анимаций и геймдейвом. Это разработка видеоигр, а также разными формами художественного творчества и музыкальными направлениями. В сфере креативной экономики в Казахстане работают около 133 тысяч человек, а количество субъектов бизнеса составляет 39 500. Поддержать наших творческих людей могут и крупные международные компании, которые работают на рынке IT-технологий. Если говорить про музыкальную индустрию, то более 450 казахстанских артистов буквально только за прошлый год было добавлено в плейлисты Яндекс.Музыки. Кроме того, мы очень активно поддерживаем новых начинающих музыкантов. В прошлом году, в сентябре, мы запустили новый музыкальный проект, который называется «Искра». Этот проект как раз призван находить такие новые звездочки, зажигать их на небосклоне популярности. Вот уже третья волна поддержки таких артистов будет проведена в феврале. В сфере креативной экономики первое место среди казахстанских городов занимает Алматы. На втором – Астана. Далее – Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. Замыкает список Шимкент. По мнению экспертов, которые принимали сегодня участие в панельной сессии, сейчас главное понять, в каком именно направлении экономика знаний нашей страны может быть конкурентоспособной. Именно это позволит грамотно выстроить поддержку от государства. В шести областях страны из-за непогоды ограничено движение на участках республиканских трасс, сообщает Каза Автожол. В Жамбылской области из-за тумана и плохой видимости закрыты часть трассы Алматы-Ташкент-Термес и два участка Жисказган-Петропавловск в Кустанайской области и Улутау. Движение запрещено на двух дорогах и в Карагандинской области. Сейчас дороги расчищают 542 единицы техники и больше 800 человек. Синоптики, в свою очередь, сообщают, что сильная метель охватила почти весь Казахстан. В Алматы, Шимкенте и 12 областях республики объявлено штормовое предупреждение. Только на юге и западе страны сохраняется погода без осадков. Свыше 4 миллиардов тенге выделили из областного и городского бюджетов на ремонт 57 автодорог Жисказгана. На семи центральных улицах планируют использовать щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Специалисты говорят, материал обладает улучшенными эксплуатационными свойствами. Его в городе будут принимать впервые. В Акимате сообщили, необходимая документация уже прошла экспертизу. В ближайшее время начнут конкурсные процедуры. На данный момент общее количество автодорогов в удовлетворительном состоянии составляет 65%. В конце года планируется увеличить данный показатель до 69%. С коммунальными службами были согласованы графики производства работ, чтобы работы не были, так скажем, нахлёст друг к другу. То есть после проведения работ по коммуникациям, то есть по их ремонту, после них будут проведены работы по среднему ремонту. Сильный смог окутал столицу Вьетнама. Плохая видимость нарушила авиасообщения. По данным агентства Reuters, больше 100 рейсов отменены, а самолеты перенаправлены в ближайшие города. Сообщается, что уровень загрязнения воздуха в Ханое в несколько раз превысил допустимые нормы. Но, несмотря на это, улицы города оживленные. Отмечу это, что уровень загрязнения воздуха в Ханое считается одним из самых высоких в мире. Медики рекомендуют жителям носить маски и ограничить деятельность на свежем воздухе. Воздух в Ханое сегодня чрезвычайно грязный. Я думаю, что эксперты по праву назвали его одними из самых худших в мире. Густой туман стоит с раннего утра. Вместе с ним и выхлопные газы. Всё это только ухудшает ситуацию. Тем временем лесные пожары охватили несколько регионов Чили. Погибли по меньшей мере 10 человек. Ещё 30 получили травмы различной степени тяжести. В регионе объявлен режим ЧС. Огонь охватил больше 7 тысяч гектаров земли. Ведётся эвакуация населения. Борьбе с огнём мешает сильный ветер и зной. На днях большую часть Чили накрыла аномальная жара. Только в Сантьяго температура воздуха достигла 37 градусов. Это рекорд за более чем 100 лет. По данным экспертов, жара в регионе продержится ещё как минимум 5 дней. Что считается необычным явлением для страны в это время года. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих на АЖД вокзале в центре Парижа. В результате ранены 3 человека. Состояние одного из них крайне тяжёлое, сообщает в местном департаменте полиции. Подозреваемый задержан, но его личность не раскрывают. О мотивах преступника также пока ничего не известно. Но, возможно, речь идёт о преступлении на почве психического расстройства. Движение по железнодорожной линии временно приостановлено. В связи с инцидентом на вокзале ввели их усиленную охрану. Три четверти населения сектора газа, а это около 2 миллионов человек, сталкиваются с острой нехваткой воды и продовольствия. Такие данные приводят в Организации Объединённых Наций. Также эксперты заявляют, жителям не хватает медикаментов и жилья. Особенно острая ситуация обстоит в городе Рафах. Туда из-за интенсивных боёв в Хан-Юнисе продолжают пребывать тысячи людей ежедневно. При том, что здесь и так сосредоточено больше половины населения анклава. Основная часть беженцев живёт во временных жилищах, палатках или на обочинах дорог. Население находится на грани голода. Как это уже неоднократно обсуждалось, регулярные поставки продовольствия в газу прекращены уже больше 100 дней. Ранее доставленные припасы в ВОЗ уже давно разобрали. Число рабочих мест США увеличилось на 350 тысяч. Это самый большой прирост за год, сообщили в Минтруда этой страны. И затронул он в основном частный сектор. Вакансии появились в сферах здравоохранения и розничной торговли, а также профессиональных и деловых услугах. При этом отмечается, что уровень безработицы в стране за прошлый месяц не изменился и составил всё те же 4%. А в Великобритании почти каждый пятый офисный сотрудник прогуливает работу из-за хронического стресса и выгорания. Это результаты опроса, проведённого одной из общественных организаций. Почти 60% из более 2000 респондентов признались, что часто чувствуют на работе физическую усталость, тревогу или отсутствие мотивации. И поэтому они берут отгулы, чтобы сберечь своё психическое здоровье. Ранее отмечалось, что 40% жителей страны испытывают стресс на фоне выросшей стоимости жизни в Туманном Альбионе. Основатель компании Tesla Илон Маск объяснил, почему он ранее отозвал более 2 миллионов автомобилей. По его словам, инженеры компании заменили несколько пикселей на экранах. И теперь обновлённая система сможет самостоятельно устранять возможные неполадки в автомобилях в дистанционном режиме. Отмечу, в декабре Илон Маск отозвал машины, выпущенные после 2012 года. Тогда причиной назвали дефект автопилота. При этом владельцам не потребовалось в буквальном смысле возвращать машины в центры продажи обслуживания. Неполадки техподдержка устранила дистанционно. Это уже второй отзыв машин Tesla. Предприниматели Североказахстанской области приступили к аэрации. Обогащение воды кислородом сейчас проводят на 130 водоемах региона. Для этого специалисты используют оборудование, способное не только изучить дно акватории, но и определить, на какой глубине проходит косяк рыб. На одном из таких озер побывала и наша съемочная группа. Это озеро Лебяжье, в водах которого водятся пескарь, пеледь, рак и другие сиговые рыбы. Для сохранения их популяции природопользователи проводят аэрацию. Она помогает спасти до 70% обитателей водоема. Это излюбленное место рыбаков, улов которых всегда богат. Все потому, что уже почти три десятка лет Константин Чапурной, как арендатор водоема, заботится о его обитателях. Самое опасное время для рыб – последний зимний и первый весенний месяц. Толстый слой льда не пропускает необходимый для их жизни кислород. Травянистость, которая с полей приходит, она разрастается и получается углекий кислый газ. И это для рыбы очень тяжело. Особенно для ценных пород рыб. В этом году, как никогда, озеро замерзало. Два раза замерзало, два раза растаивало полностью. И поэтому получился двойной лед. Еще зима у нас не кончилась, поэтому все трудности будут еще впереди. Нам надо будет работать, работать и работать. Насыщают водоемы кислородом предприниматели разными способами. В ход идут и старые проверенные. Например, в специально пробуренную лунку вставляют стебли камыша, через которые из воды выходит углекислый газ. Более технологичный вариант – это аэратор. На протяжении нескольких месяцев он без перерыва обогащает воды озера озоном. Также эхолотом отслеживают, на какой глубине озера в данный момент находятся рыбы. Я настроил его в среднем где-то на метр в длину поплавок. Два и три показывает, плюс еще метр – три и три. А по рыбкам? Рыбки вот, косяк проходит мимо. В области около 550 водоемов, на 130 из которых сейчас проводится аэрация. Без нее популяция водных обитателей заметно сокращается. По словам специалистов, наиболее подвержены заморам ценные виды рыб. В Северстанской области в прошлом году было несколько фактов заморов. В связи с тем, что было полное промерзание воды до дна на мелководных участках, рыба полностью замерзала в воде. Количество погибшей рыбы варьировалось от 3 килограммов до 150 килограммов. Простые рыбаки-любители тоже вносят свою лепту. Буря, лунки, они тоже обогащают воду кислородом. Природопользователи с надеждой ждут раннюю весну, с приходом которой местные водоемы пополнятся талыми водами. Это также благоприятно скажется на состоянии обитателей озер. Наталья Волкова, Конышка, Сбеков, Североказахстанская область, 24КЗ. В Караганде растет число бездомных собак. Об этом говорят жители города, зоозащитники и ветеринарные фельдшеры. Два года назад Казахстан отказался от негуманной практики от стрела животных. По закону умерщвлять разрешается только неизлечимо больных и агрессивных собак. Остальных нужно стерилизовать, вакцинировать и отпускать. Однако опознавательный знак, что животное стоит на учете, в Караганде имеет чуть больше тысячи бездомных собак. Марина Золотарева продолжит. Красавца Тобета зоозащитникам передали полицейские. Собака казахской породы, которую президент поручил восстанавливать, бродила по улицам города, пугая прохожих. Пес домашний у него был ошейник. Уже месяц казахский волкодав сидит в питомнике в заперти, а волонтеры ищут хозяина. Работа по чипированию домашних животных провалена, говорят зоозащитники. Разъяснительная работа, предусмотренная законом, как не велась, так и не ведется. Вы где-нибудь увидели в открытом доступе информацию о том, куда обращаться? Поэтому мы имеем, как имели, огромное количество алабаев, табетов, тазы, стаффордов, питбулей, других собак, относящихся к особой ответственности владельца, носящихся по улице, владельцев найти и наказать невозможно. Социальная напряженность растет, количество бездомных собак растет, ответственность по-прежнему нулевая, закон не работает. Каждый день в ветеринарную станцию Карганды от горожан поступает не меньше пяти звонков с жалобами на бездомных животных. Страшную статистику обнародовало Министерство просвещения. В прошлом году от бродячих собак пострадали 80 жителей Казахстана. Три ребенка погибли. Депутаты задумываются о пересмотре нового закона проекта. Много жалоб поступает мне и моим коллегам. Люди сообщают о собачьих стаях, у школ и детских садов. Думаю, что новый закон существующую ситуацию только усугубил. Даже если бродячих собак отлавливают, стерилизуют и вакцинируют, потом их выпускают обратно на улице. Вакцина действует год. Где гарантия, что животные завтра не будут опасны для человека? Точное число бродячих собак в Карганде неизвестно. Учет начался с сентября прошлого года. Так как пункта временного содержания в городе еще не было, отловом вакцинации и стерилизацией занимались сотрудники ветеринарной станции. Операции проводили в частных ветклиниках. На сегодняшний день паспорт получили чуть больше тысячи четвероногих беспризорников. По итогам года, после трех проведенных конкурсных процедур, потенциальных поставщиков по временному содержанию бездомных собак, а также в некоторых городах по стерилизации вакцинации, конкурса не были осуществлены. Соответственно, бюджет был возвращен 108 миллионов тенгей. Мы работу провели на 38 миллионов тенгей. У нас был план 2000. И, соответственно, мы 1008 из этого числа, 1008 голов, провели стерилизацию, вакцинацию, идентификацию. А это долгожданный пункт временного содержания в Карганде. Теперь здесь собак будут стерилизовать, прививать, от бешенства и берковать. Тут могут поместиться 24 собаки. Однако мест должно быть как минимум в пять раз больше, говорят ветеринарные фельдшеры. Да и открытые вольеры не позволяют проводить операции в холодный период. Специалисты просто теряют время. Зима как раз сейчас гона идет. Собак с каждым днем увеличивается неимоверно. Агрессивных собак много, укусов очень много. Мы оперировать не будем, пока не потеплеет. Хотя бы два ряда бы клеток утепленные сделали бы ангарного типа, чтобы могли бы и зимой этим заниматься. Пока ветеринарные фельдшеры Карганды мечтают о европейских стандартах, специалисты других населенных пунктов не имеют никаких помещений. Пункты временного содержания животных пока есть только в четырех районах области, в Карганде и Каркаролинске. Хотя для того, чтобы новый закон работал, они должны быть во всех городах и районных центрах. Октюбинские пенсионеры просят помочь им с помещением для игры в шахматы. Посвящать время умной игре и даже проводить местные турниры в нем смогли как люди преклонных лет, так и дети. Если для школьников открыты двери в детско-юношеской спортивной школе, то пенсионерам уже не первый год приходится самостоятельно искать место для интеллектуальных состязаний. Партия складывается в принципе, ну, только первые ходы, я считаю, нормально. Примерно я уже на ошибке соперника вижу, будет победа. Игрой в шахматы Марат Имангазин увлекается с детства. В свое время он защищал на соревнованиях честь школы и вузов, в которых учился. В клуб приходит, когда появляется свободное время. Марат Кадырбаевич, хотя и на пенсии, но продолжает работать. Шахматы – это аналитическое омышление, это математика. Это ты можешь за многие дни, это вот эти все ходы, ну, просчитывать. А ведь наша жизнь – это же тоже, это, как говорится, игра. И приходится в этой жизни просчитывать. Поэтому она мне очень помогла в моей жизни. Поэтому я советую всем, ну, это, увлекаться, заниматься. Клуб любителей шахмат больше 10 лет назад основал октябинец Абай Исимбай. В прошлом году его не стало, и клуб закрыли. Однако пенсионер Бауржан Курманкулов решил продолжить начатое дело. На собственные средства он арендовал небольшой кабинет. Там установили столы и демонстрационную шахматную доску. Люди сюда приходят отдыхать, играют в шахматы, общаются. В воскресенье здание закрывают в три часа дня. А все остальные дни можно приходить и бесплатно играть с утра до шести вечера. Шахматный клуб посещает больше 20 любителей этой интеллектуальной игры. И взрослые, и школьники. Есть среди юных шахматистов и чемпионы – победители республиканских турниров. Но не меньше, чем новых побед, члены клуба ждут открытия дома шахмат. Действительно, вот такие клубы нам нужны. У нас в основном здесь играет пенсионер. Такого дома шахмат в октябре нет. В этом году обещали нам, что к концу года или на следующий год будет построен шахмат, где мы можем от маленькой до велика заниматься этим видом спорта. Эту аллею на проспекте Алии Молдогуловой называют аллеей шахматистов. В теплое время года за этими столами собираются немало пенсионеров, любителей этой интеллектуальной игры. Но шахматисты говорят, что хотели бы, чтобы у них было свое помещение, в котором играть и проводить турниры можно было бы круглый год. В областном управлении спорта говорят, вопрос с помещением решают совместно с филиалом Казахстанской Федерации шахмат. А пока готовы предоставить кабинет в одном из действующих клубов. У нас есть, как вы знаете, клуб Е2 и Е4, который мы в прошлом году отремонтировали. Детки сейчас занимаются уже в лучших условиях. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы пустить туда ветеранов, то есть не каждый день, но как минимум два раза в неделю, чтобы ветераны играли, как бы собирались, играли в шахматы. Помещение для любителей шахмат обещают выделить и в строящемся IT-центре. Сдать его в эксплуатацию планируют в этом году. Наталья Салькова, Айдадин Балдобеков, ОКТУБЕ, 24КЗ. Это все, о чем мы успели рассказать. Всего доброго и до свидания.